Всем здравствуйте! У нас сегодня антикварный влог. Мы едем в Москву на 4 дня, уже находимся в электричке. Через час уже будем на месте. И в отеле будем в Альфе. Поставили бронь и самое удобное, что оплата будет только при заезде. Тут в гостинице, кстати, есть шоколадница, кофейня, русские ремесла, сувениры и подарки. Разнообразные картины. Кстати, ручная роспись. Шикарно выполнена. Венеция. Вот сцены. Санкт-Петербург. Красота. Мои любимые пионы. Ручная роспись. Мягкие кресла. Зал ожидания. Можно сидеть недалеко от ресепшена. Здесь, кстати, рядом есть один из ресторанов. Какие красивые картины. Небольшие. Вот это мне очень сильно понравилось. Здесь ручная роспись. Скорее всего маслом. Гуси. В таких пастельных цветах. Более дачная, такая деревенская тематика. И это целая серия картин. Красота. А зайчик какой милый. Невчушка надевает пуанты. Прекрасно платьишки. С котятами. Здесь буквально пять минут ходьбы. И мы уже будем на вернисаже. Хотим немножко прогуляться. Сегодня хоть и пятничный день. Но посмотрим, что есть внутри. С правой стороны расположена усадьба Измайлова. Музей-заповедник. Мы заходим в вернисаж. Смотрите, ворота сделаны. Стиль к жель. К жельской росписи. Такие ряды по будням. Никого нет. Пустые прилавки. Нигде нет антиквариата. Красота теремов. Мы теперь будем по-другому подниматься. Вот наш отель Альфа. Будем подниматься вот с этой стороны. Потому что мы сделали большой достаточно круг. А здесь намного ближе. Молодожены. Здесь, кстати, есть завтраки и ужины. Шведский стол. С 7 до 11. И с 6 до 10. Мы вот думаем, может взять нам шведский стол на ужин. В Альфе более современный ремонт сделан. Есть те самые магазинчики. Продают здесь в основном сувениры. Потому что очень много туристов. Разнообразные печеньки. Таких интересных. Баночка для степучих. Я вот возьму себе апельсиновое. Есть с цукатами. Куравье. Овсяное. Миндальное. И шоколадное. Мы взяли себе пирожное. Манго маракуйя. Это муссовый десерт. Печеньюшку с апельсином. Фруктовый чай. И лимонную тарталетку. Думаю, если бы здесь была бы более винтажная посуда, смотрелось бы значительно лучше. Но все, мы заселяемся. Мы в номере 21 этаж. Чисто. Очень нравится мне здесь. Температура хорошая. У нас здесь двухспальная кровать. Такая картина. Здесь можно пообедать, поработать. Вид у нас на Измайловский Кремль. И на воду. Красота. Вот он. Хороший большой телевизор для чая. Стаканчики, вода. Разный сахар. Салфетки влажные. Кофе с чаем. Очень светлый, чистый номер. Есть также кондиционер. И в принципе, совсем недорого. А мы приехали в сделанное СССР. Заглянем в этот магазинчик. Здесь все винтажное. Цветное стекло. Вот такая. 3,5 тысячи. Шикарная гравировка. А вот эта роскошная вазочка. На ножки. Зеленое стекло. Цена 5 тысяч. А тарелочки с ангелочками просто великолепные. Кисловодский фарфор. С лепниной. Чайная пара. 2 тысячи. Сервиз. Мой сад. Это ЛФЗ. Ярко-оранжевые. Все в золоте. Большое количество именно сервизов ГДС. Вот такие 4 девочки. Юбочки у них все ажурные. А здесь все развалы книг прямо на полу. Стоит по всему залу запах старых книг. Целые томники. Тяжелые стаканчики из зеленого стекла с ручной расписи. Здесь пластинки. Молочник. Малиновый. Это Барбарис. Его цена 2 тысячи. Кружка на песне не облись. Цена сахарницы. Барбарис. С клеймом 54 по 65 год. 2 тысячи. Кепельница с мейсонским букетом. Цена ее 1500. Клеймо. Это Мартин Рода. Небольшая совсем миниатюрная тарелочка с птичками. Январская серия. И это Хучин Ройтер. Цена ее 1500. Но она совсем крошечная. Соусник с очень красивым ярким букетом Астер. Но здесь есть сколик. Клеймо тоже мне неизвестное. Цена нигде не указана. Вот эти лимонницы достаточно тяжелые. Ярко-медово-карамельный цвет. Такой яркий красивый чайник с ручной росписью. Но здесь очень сильно потерто золото. Клеймо. Это по знаком качества. Кофейные пары. Это тоже Польша. С таким вот рисунком. Здесь, кстати, ручная роспись. Вот эта прекрасная чашечка. Но она, к сожалению, без блюдца. С красивым ярким букетом. С гвоздикой. Барбарис вот в таком исполнении я вижу впервые. Подсвечник на одну свечу. Вот яблочко, как сахарница. Ну, немножко потрепанное состояние. Такой миниатюрный чайничек-эгоист. С таким орнаментом здесь дракон. Скорее всего, Китай или Япония. Птичка-невеличка от ЛФЗ. Здесь, к сожалению, с клейка хвостик. Кофейные пары. Это кжель. Клеймо, кстати, на экспорт. Такая зеленая тарелочка с краями. Очень красивая цена за штуку 500 рублей. Это дулево. Здесь немного непонятно. На каких-то предметах стоит цена, например. А на каких-то нет. Сахарница. Вот такие чайные пары у нас были в наличии. Сирень. Барбарис. Редкие блюдца. Золотой олень. Видите, потертые сильно. Зато со знаком качества. Хорошенькие тарелочки. Это у нас дулево. Мне показалось, или здесь трещинка. Вот эти чайные пары. Правда, они тяжеловаты. Здесь есть ход крытья. И это клеймо Риг. А тарелочка как ажурная салфетка. От Кузяева такая вот сахарница. С ручной росписью. Или это клеймо городница. Всегда путаю. Такая джемница в виде яблочка была у моей бабушки. Это Югославия. Молочник форма стандарт с таким тюльпаном. И это ручная роспись. Клеймо с 54 по 65 год. Сахарница с очень редкого сервиза. Но, к сожалению, скол на крышке. И ручка склеена. Молочник с трещинкой. К сожалению, тоже очень красивый. Цена его 600 рублей. Тут же есть сирень тоже с трещиной. Цена, соответственно, такая же. Такие хрустальные креманки. Штучка 800. Такая роскошная ваза из розового стекла. Цена ее 13 тысяч. Чехословакия вазочка 4000. А вот это просто великолепно. Цена ее 18 тысяч. Скорее всего, Германия. Как мои чайные пары. Нашла такую одну. Даже интересна цена. Но, кажется, на ней есть трещинка на чашке. Вроде вот по вот этой боковой стороне. Вот этой зеленой. Есть, скорее всего, трещинка. Смотри, как моя чайная пара. Там трещинка, наверное. Молочник без ручки. Это Куйкартнер. Цена его 2000. Такая чайная пара. Форма очень интересная. Это ЛФЗ. Цена ее 5000. Мини кофейная чашечка. От Дулева. Без блюдца. Цена ее 1000 рублей. Горошек. Это 1955 год. Маленькая совсем. Вот такая отдельная чашечка. 5000. Вот это очень интересная чайная пара. Такая яркая. Цена ее 7000. Они стоят за витриной, за стеклом. С птичками. Вот такая. Мини кофейная лимош. Цена ее неизвестная. Не написано. Графинчик очень интересный. Это ЛФЗ. Цена его 2500. Майсон. Но он на аукционе онлайн. И цена его 240 тысяч. Такая шкатулочка бисквит. Это кузнецов вербилки. РСФСР. Цена ее изначальная 5500. Маленькая костяная фарфор. Очень тонкие. Часы. Большое количество будильников. Все это на таком шифонере. И такая роскошная картина. Просто великолепная. Цена ее неизвестна. Не знаю. Надо спрашивать. Птички. Мои любимые. И такие совсем маленькие. Креманки. Очень красивые. Скорее всего Германия. У них ножка виноградинок. Бисквитница. Сахарница. Стекло. 10 тысяч. Шикарный комплект. А это вальтер глаз. Тяжеленькая. С такими объемными голубыми цветочками. Такая ванбонерка. Теклянная бисквитница. Ручная роспись. А это роскошная лампа. Бронза. Камень. Вот это гобелем. Здесь, кстати, люстра. Вот это бронзовая. Красота. А здесь монеток. Очень много. Три штуки монет. За 100 рублей. Девушка. 15800. Вот и гипс. А еще есть такой отдел по текстилю. Здесь есть разные винтажные пододеяльники. Ткани. Такие костюмы. Норковые шапки. Вот такой подсвечник. 3600. Вот эту книгу, кстати, советский фольфор. Я бы хотела приобрести. Цена немножко непонятная. Сначала договариваю другую цену. Например, тарелка может стоять. Вот, допустим, вот здесь. Распродажа все по 1000. Но потом каким-то чутным образом. Говорят, нет. Она здесь не стоит. Когда видят, что идет какой-либо спрос на предмет. Немножечко становится неприятно. Комплект очень красивый. Массивные стаканы. И кувшин. Тарелочка с птицами. Это Чехословакия. Точнее, Чешская республика. Здесь все связано с Олимпиадой, кстати. Весь стеллаж. Это все Олимпиада. Выходим. Пластинки. Мы взяли кое-что. Такая красота. Мы зашли здесь в шоколадник. Покушали. Заказали литр морса с маракуйей. Будем сейчас пробовать. Время 8 вечера. Мы только приехали в гостиницу. Здесь наши покупки. Из магазина сделано в СССР. Нашли кое-какие находки интересные. Мы принесли нашему знакомому продавцу пряники. Он у нас попросил. Готовимся к завтрашнему дню. Собираемся в 5 утра, в 6 выйти уже. И посмотреть, какие находки я смогу найти для вас. Вот этот корпус, который с боковой стороны слева, это гамма и дельта. Были сегодня в дельте. Я вам показывала. Там прекрасные вкусные печенья с апельсином. И очень дешево на самом деле. Можно попить чай, кофе, что-нибудь перекусить. Завтра у нас вернисаж. Уже скоро закат. Красота. Красота.